Это лайф, мы продолжаем. Итак, эпицентр политических новостей, событий в эти минуты в китайском Хэнчжоу сосредоточен. Там только что открыл свою работу саммит Большой Двадцатки. Прямые трансляции, информации о том, на какие темы ведут сейчас там беседы, переговоры, чего смогли достигнуть, все это в нашем эфире. Но сама работа на саммите Большой Двадцатки началась задолго до начала форума. Владимир Путин провел несколько важных встреч, в том числе с новым британским премьером Терезой Мэй. Этим переговорам придают огромное значение. Сейчас отношения Москвы и Лондона переживают не в самые лучшие времена и находятся практически в замороженном состоянии. Российский президент отметил, что эта встреча должна дать новый импульс в отношениях двух стран. Уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые коллеги, мне очень... Но перед нами, перед всеми стоят тоже сложности вывести наши двухсторонние отношения на более высокие. Имеет достаточно вызовов, но я думаю, что эти вызовы мы сделаем все, чтобы... Сегодня же состоялась и неформальная встреча лидеров стран БРИКС. Напомню, туда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые коллеги, мне очень приятно встретиться с вами, познакомиться лично и поздравить вас лично с избранием премьер-министра Великобритании. Для всех понятно, что перед вами и перед вашей командой стоят сложные задачи, но перед нами и перед всеми стоят тоже сложные задачи. Мы желаем вам успехов, надеемся, что нам удастся вывести наши двухсторонние отношения на более высокий уровень, чем они находятся на сегодняшний день. Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики. Что ждать нам от этой встречи Большой Двадцатки? Мы сейчас обсудим с доктором политических наук Владимиром Пряхиным. Здравствуйте, Владимир Федорович. Добрый день, доброе утро. Итак, Большая Двадцатка сегодня собралась в Хэнджоу, китайском, нам-то лично, России. Что можно ждать от этой встречи? Будет ли она прохладной? Кстати, судя по первым кадрам, которые мы получили в трансляции событий из Хэнджоу, видим, что Владимир Путин шел как раз-таки во главе делегации по правую руку Цзиньпиня и буквально был в череде одним из главных гостей. Вот как вы оцениваете, какая встреча ждет Россию сегодня? Я думаю, что прежде всего итоги Хэнджоу будут позитивными, потому что они свидетельствуют о провале попыток представить Россию как страну, оказавшуюся в изоляции после событий на Украине, после событий в Сирии и так далее. Известно, что министр иностранных дел Германии Штайнмайер недавно заявил о том, что вот если, мол, Россия будет себя хорошо вести, то мы ее, сказал, он примем обратно в большую семерку, чтобы она снова стала большой восьмеркой. И на это ему пресс-секретарь нашего президента Песков ответил, а в общем-то мы не очень-то нуждаемся в восьмерке, мы абсолютно довольны форматом двадцатки. И действительно, двадцатка, в отличие от семерки, не какое-то элитное образование мировых финансовых воротил, а группа стран с развивающейся экономикой, которые производят 85% мировой продукции и 75% мировой торговли имеют. В ней представлены такие страны, как Китай, Индия, азиатские тигры второй и первой волны. И, конечно, для мировой экономики, да и для мировой политики формат двадцатки имеет намного большее значение. И роль России на этом форме, она исключительно велика была и ранее, и тем более сейчас. Главное назначение большой двадцатки – это борьба с кризисными явлениями в современном мире. А кризисные явления, возникшие в 2008 году, однозначно связаны тем, что мировые финансовые воротилы, прежде всего Соединенные Штаты, создали единую резервную валюту – доллар, который оказался неподкрепленным реальными производственными показателями, которыми располагают как раз страны большой двадцатки. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на то, что в рамках большой двадцатки и на полях ее будут проведены целый ряд других встреч, в том числе имеющие исключительно большое значение встреча глав России и КНР. Но также и неформальный саммит глав государств БРИКС – России, Китая, Индии, Бразилии и Южноафриканской республики. И вот тут, позвольте, как раз-таки мой следующий вопрос. Действительно, результат какой может принести этот саммит России? Сегодня уже Путин встречался и с Эрдоганом, и с Терезой Мэй, новым премьером Великобритании. Встречи, которые ждут впереди с представителями стран БРИКС. Вот с какими результатами, Владимир, Путин может вернуться в Россию? – Прежде всего, это очевидное повышение авторитета политического России на международной арене. Но кроме того, новый стимул развитию экономических связей, как в рамках большой двадцатки, так и в значительно более широком геополитическом аспекте. Потому что речь идет о том, чтобы все-таки ликвидировать главные причины экономической нестабильности в современном мире. А это прежде всего факт того, что американский доллар, без всяких на то оснований, продолжает играть роль единой резервной валюты современной мировой экономики. Уже сделан важный шаг в этом направлении. Китайский юань стал одной из пяти общепризнанных мировых валют. Дальнейшие шаги будут следовать в этом направлении. И вот тут, кстати, о китайском юане и, собственно, о самом Китае. Следующий мой вопрос. То, что впервые Поднебесная принимает саммит. Как-то отразится особенный колорит? Придаст ли этому собранию? Безусловно, придаст. Потому что Китай – это общепризнанная мировая мастерская сейчас. Центр мирового промышленного производства уже сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. И в этом регионе роль Китая, безусловно, огромная. А если учесть перспективу создания зоны свободной торговли, включающую Россию, страны Евразийского союза, страны ОСЕАН и Китай, то речь идет о создании такого мирового экономического пространства, которое вполне может посоперничать с продвигаемыми Соединенными Штатами, такими геополитическими и геоэкономическими формированиями, как Тихоокеанское партнерство, евроатлантическое пространство, которое, кстати говоря, на фоне этих успехов Ханжоуского саммита дало трещину. Поэтому, безусловно, роль Китая будет возрастать. Хотя, сами лидеры Китайской Народной Республики подчеркивают, что возвышение Китая отнюдь не направлено на достижение каких-то гегемонистских целей. И это очень положительный факт. Деталь, что Владимир Путин прибыл на саммит Большой Двадцатки из Владивостока, где экономический форум «Восточный» проходил. Там они встречали Синдзиаба. Так что роль Востока на этом саммите, наверное, будет играть очень большую роль. Много гостей. Также присутствуют и Лаос, и Чад, развивающиеся страны, которые пока не в двадцатке. Может ли однажды двадцатка расшириться, и это число стать большим? Вот какую роль играет большое присутствие гостей на этом саммите? Безусловно, играет огромную роль присутствие гостей. И таких гостей, как, например, наш надежный партнер по Евразийскому Союзу, как Казахстан, выступление президента Назарбаева, очень весомо там прозвучали. Лаос. Тоже, между прочим, очень интересное явление, потому что, в отличие от семерки, Большая Двадцатка является демократическим форумом. Ее число может быть и больше со временем. Но уже сейчас те двадцать государств, которые представлены, в особенности числа так называемых Emerging States, развивающихся государств, они представляют большую часть мирового хозяйства и мирового политического пространства. И речь не идет о том возвышении каком-то Азии. Речь идет о том, чтобы страны, развивающиеся, такие как, например, тот же Лаос, Сингапур, Малайзия, другие государства, они заняли достойное себя место в мировой экономике. Потому что, к сожалению, так сложилось уже в течение десятилетий, что тон на мировом рынке задают государства, в которых наибольшую роль играет так называемый финансовый сектор мировой экономики. Ну что ж, посмотрим, как этот финансовый сектор мировой экономики и другие факторы влияния в мире сегодня встретились на саммите Большой Двадцатки. Все подробности в нашем эфире. Ну, а возможные результаты мы обсудили в нашем эфире. По скайпу у нас был доктор политических наук Владимир Пряхин. Продолжение следует...